В гостях у нас доцент факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, кандидат биологических наук, замдекана по научной работе Борис Фенюк. Борис Александрович, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день. Я хотела бы у вас проконсультироваться по поводу скорости нашего старения. И, знаете, остановите, я сойду, как притормозить, и где брать в какой аптеке эту тормозную жидкость. Но, зная о вашей научной работе так или иначе, мы не можем начать без нашего голого землекопа. Это всё в борьбе со старением, как я понимаю. И, если можно, пару слов для слушателей, которые, может быть, пропустили какие-то предыдущие мои программы, о нашем герое, причём тут этот же зверёк под названием голый землекоп. Да, в такой борьбе все средства хороши. А голый землекоп – это сейчас такая восходящая звезда экспериментальной биологии старения. Связано это с тем, что, судя по всему, этот африканский грызун относится к нестареющим животным. Их довольно мало на Земле, но они существуют. И большинство из них либо живёт в океане, ну, например, считается, что некоторые киты либо не стареют, либо стареют очень медленно. Или гигантские черепахи некоторые виды тоже живут очень долго, стареют очень медленно. И, конечно, их очень неудобно изучать. И китов, и черепах. Про них известно очень мало. А голый землекоп – это, по сути, такая мышь, только другая. И мышь – это такой любимый всеми биологами модельный организм, поэтому это, конечно, огромная удача. Ну, и сейчас уже довольно много всего делается и сделано в мире на голых землекопах. И не без гордости могу сказать, что и в Московском университете, где я работаю, появилась первая в России колония этих нестареющих грызунов благодаря мегагранту «Ной в ковчег», поддержанному фондом российской науки, научным РНФом. Сколько уже по времени вы с ними работаете, с голыми землекопами? Ну, три-четыре года где-то так. Первое время с ними не работали, потому что, когда колония только-только появилась, естественно, первой задачей было обеспечить их размножение, упаси бог, не потерять колонию. Поэтому первые опыты только-только начинаются. Ну, а вообще о каких успехах можно уже говорить, если в рамках наблюдения за голыми землекопами рассматривать? Что выяснили, что они не стареют, что они умирают просто так от драки и ещё от чего? Ну, в основном от драки, иногда от неустановленных причин. Вот, просто так, да? Иногда бывают то, что называется пищевые инфекции, но это редкость. Да, ты рванул какой-нибудь сосед. Но нас-то как учёных в основном интересует не наблюдение, а более, как бы это сказать, резкий экспериментальный подход. Ну, то есть интересно понять, что у них происходит на клеточном уровне. Поэтому эта наука, к сожалению, начинается с того, что землекопы разбирают на части, а дальше уже смотрят. Уже какого-нибудь разобрать успели на части? И ни одного. И что нам, людям, можно уже узнать от этой разборки? Есть какие-то результаты? Знаете, пока, к сожалению, нельзя похвастаться ни у нас в России, ни в мире в целом, что тайна голого землекопа раскрыта. Но какие-то шаги к её разгадке уже сделаны. И есть первые намёки на то, что мы поймём, почему это животное так долго живёт, почему оно может достаточно хорошо выносить достаточно высокие уровни активных форм кислорода у себя в тканях, и почему оно так редко болеет раком. Так, мы до этого всего доберёмся, и до активных форм кислорода, и до онкологии. У меня вопрос ещё с ними связанный один. А зачем они так долго живут с точки зрения природы? То есть размножиться они успеют за короткий срок, а потом-то зачем они нужны? Ну, смотрите, как биолог я должен сказать, что нет никакой точки зрения природы. Просто мы видим тех живых существ, которые успешно размножаются. И в этом самом успешно заключено не только успешно, но и успешнее других. Потому что те, кто был менее успешен, мы не видим. Динозавры в своё время были успешны, а теперь их нету, потому что их вытеснили другие, кто их обогнал. И никаких правил в этой игре нету, кроме одного. Кто сумел размножиться, тот и молодец. И то, что мы видим голых земляков, означает, что их стратегия в результате оказалась успешной. Пока мы их видим. Но я не совсем понимаю, в каком возрасте у них наступает половая зрелость у голого землякопа? Если я правильно помню, примерно через 6 месяцев после рождения. Сильно дольше, чем у мыши, но довольно быстро. С точки зрения эволюции они оставляют своё генетическое потомство. Всё, зачем они дальше? Эволюция их должна перестать видеть. Не совсем так. Тут жизнь устроена так, что чем более благоприятна окружающая среда, чем она менее агрессивна, чем меньше риск умереть от каких-то случайных неприятных факторов. Ну как, черепахи доползут до моря после того, как вылупятся из яиц или не доползут? Это, по-моему, самая большая опасность в их жизни. Ну да, да. Потом всё, 300 лет можно жить. Это может спокойно жить и размножаться. Вот у таких организмов с, так сказать, благоприятной средой, у них эволюция в целом часто идёт в сторону увеличения продолжительности жизни для того, чтобы обеспечить многократный цикл размножения. А у тех, кто там, как те же самые обычные мышки, дай бог, дожить до завтра, у них выгодной оказывается стратегия максимально быстрого размножения. И потихоньку это приводит к тому, что выживают мышки, у которых распределение ресурсов организма сдвинуто между поддержанием тела и размножением в сторону быстрого размножения. То есть у них исчезают потихонечку механизмы, которые могли бы позволить им жить долго-долго, зато появляются механизмы, которые позволяют им плодиться быстро-быстро. А голый землекоп, у него такая жизненная организация, это социальное животное, и у них размножается только царица, вокруг которой хорошо защищённый лабиринт, солдаты, которые её охраняют, фуражеры, которые приносят ей еду, она живёт на всём готовом, и у неё очень безопасная среда. Поэтому, видимо, эволюция пошла, как и в случае китов. Это уже логично, потому что раз одна усыпь... Да, в сторону, так сказать, увеличения продолжительности жизни. Ну хорошо, давайте к нам перейдём, а то всё-таки у нас здоровый разговор, касающийся человека. Если природа заточена на потомство, а мы, люди, рожаем всё позже и позже, то можем ли мы сделать вывод, что и стареть мы будем всё медленнее и медленнее, потому что мы показываем эволюции, что, подруга, мы тут не торопимся, поэтому жизнь продляй, если хочешь, генетическое потомство от нас. Логично или с точки зрения биолога нет? Абсолютно логично, и более того, так оно и есть, потому что человек среди приматов занимает первое место по продолжительности жизни, а если подвергнуть сомнению данные относительно продолжительности жизни китов, что, в общем, можно сделать, потому что эти данные – это изучение мутности хрусталика глаза мёртвых китов, по которому пытались прикинуть, сколько лет было этому киту. Ну, там получилась цифра в 200 лет, но могли ошибиться в два раза легко. Так вот, если китов отбросить, мы рекордсмены среди млекопитающих. Никто, кроме китов, предположительно, не живёт дольше человека. И это результат того самого, о чём вы говорите, о том, что мы сделали нашу среду жизни безопасной. Это произошло даже не когда человек изобрёл автоматическое оружие и антибиотики, а тогда, когда человек овладел огнём. В этот момент мы резко уменьшили зависимость свою от окружающей среды. И с тех пор наша эволюция неуклонно идёт в сторону увеличения жизни продолжительности. И, ну, как это, простой ответ, что делать, чтобы дольше жить, надо подождать ещё 50-100 тысяч лет, и всё случится само. Да, это дело не быстрое, к сожалению. А всё-таки для эволюции выгоднее, если мы рожаем больше, или для неё всё-таки качество до сих пор? Потому что я сейчас объясню слушателям, что я хочу узнать. То есть, смотрите, когда в крестьянских семьях брали количеством, и в итоге эволюция оставляла качественное потомство, из 12 детей выживало 5-8, то это понятно, что количество переходило в качество. Сейчас у нас качество переходит в ещё более высокое качество. Но, тем не менее, эволюция вот на такое реагирует, или же чем больше мы рожаем по-прежнему, тем ей выгоднее, ничего не поменялось? Ну, опять-таки, такая неприятная правда состоит в том, что ей всё равно. Нет, почему неприятно? Это обезличенное нечто. Поэтому это абсолютно, к сожалению, равнодушный процесс. И действительно сейчас, в силу того, что цивилизация позволяет выживать, ну, почти всем детям в развитых странах, если говорить, это, с одной стороны, конечно же, прекрасно, потому что, ну, понятно, что если мы можем спасти жизнь человеку, надо это сделать. Но, с другой стороны, это имеет свою цену, потому что неуклонно в человечестве накапливаются вредные мутации. Да, то есть уже некачественный человек, у нас, надеюсь, простите за оценичность, да, тут без неё никак, извините. Ну, как есть, да, если мы говорим про науку. И это через какое-то время вполне вероятно станет серьёзной проблемой для человечества, потому что, да, медицина справляется с огромным количеством болезней, и очень неплохо. Но именно поэтому количество этих болезней, и связанных с наследственностью, будет расти, и в какой-то момент это станет опять неким хрупким равновесием. Благодаря тому, что сегодня выживает практически каждый рождённый ребёнок, даже очень слабый, и мы его вытягиваем благодаря медицине, но, тем не менее, человечество в массе своей накапливает поломки, то есть те самые негативные, плохие мутации. И в конце концов, через какое-то количество времени, мы придём к тому, что мы все будем какие-то поломанные. А вот через какое время? Вот эта скорость как раз старения вида сейчас. Не меня, человека, а вида интересует. Ну, это всё-таки не старение вида, это изменчивость. Она может идти как в ту, так и в другую сторону. Она точно так же происходит и в природе. Если, например, вдруг какие-то хорошие условия для какого-то вида наступают, выживаемость повышается, и выживает большое количество менее приспособленных особей этого вида. А потом опять природа становится жестока, и те, кто послабее, опять... Подсеивают. Да, с корабля падают. Насколько быстро это случится у человека, оценить сложно, но не завтра, не через год, и, наверное, даже не через 10. Но вот раньше эволюция в нашем виде, в человеческом, была быстрее, чем на сегодняшний день? Или сейчас мы вообще с ней, по-моему, не имеем дела? Или имеем? Ну, она приняла другие формы. В общем-то, главное для эволюции – это кто оставляет потомство. И сейчас это уже завязано в первую очередь на осознанное желание. И это перешло из области генов в значительной степени в область культуры, воспитания и так далее. Это, на мой взгляд, очень интересная вещь, потому что ни у кого больше в природе такого нет. А тем не менее у нас оставляют детей те, кто хотел их оставить. И, в общем, такое желание, если оно есть, всегда в развитой стране удовлетворяется. Поэтому очень любопытно, как это дальше пойдет, но предсказать это почти невозможно. Хорошо. С точки зрения… Вот мы о поломках говорим и о накоплении онных. А можно ли, основываясь на принципах того же естественного отбора, сделать вывод, что каждое следующее наше поколение все-таки будет мутировать не только в худшую, но и чуть больше в лучшую сторону, потому что это естественный отбор? Скорее, нет. Да что ж такое, да? Потому что в первом приближении все мутации вредны. Это как если вы купили новый автомобиль, а потом взяли и начали в случайные места в нем гвоздик забивать и надеяться, что он станет от этого лучше. А что подразумеваете вы под случайным гвоздиком для человека? Ну, мутация – это всегда случайная замена одной буковки в ДНК. Она там когда-то зачем-то была нужна. Если повезло, она либо совсем не нужна, либо не очень нужна. Тогда будет там либо ничего, либо маленький вредный эффект. Либо если вы попали в какое-то важное место, то это может привести к болезни или даже к смерти. И надеяться на то, что вот такая замена случайно сделает кому-то лучше, но это бывает, но это настолько редко, что можно этим пренебречь, а главное, при современной медицине это не дает преимуществ. Все равно выживет и тот, и другой. Тогда кто виноват в плохих мутациях, и что делать с этим? Никто не виноват, так устроена жизнь. Друзья мои, я сейчас за грудки виртуально возьму Бориса Александровича. Пожалуйста, я весь в вашем распоряжении. Невозможно, никто не виноват, нечего делать. Мы мутируем, все плохо. Делать, что делать есть. Как раз тут вполне так же, как с любыми другими силами природы, которые нас не устраивают, можно и подумать, придумать, что делать, и разрабатывать какие-то программы. Но, во-первых, для начала есть уже технологии, они в основном используются при экстракорпоральном оплодотворении. ЭКО. Да, когда эмбрионы перед тем, как их пересаживать женщине-рецепиенту, их проверяют генетически, ну, не на все обычно, но на основные вредные мутации. И, в общем, никто не мешает эту процедуру усовершенствовать до того, чтобы сделать ее рутинной. И тогда это позволит, с одной стороны, как бы не мучить живых людей, и, с другой стороны, резко снизит вероятность того, что поколения будут вырождаться со временем. Это первая вещь. Почему вырождаться? Я как словаре. Ну, потому что, если мы проверяем до, собственно, начала развития плода, как у него с генами, и отсеиваем тех, которые нехороши, то остаются те, которые хороши. Это, естественно, имеет массу этических, религиозных, политических, юридических сторон, но это один из способов, который, в общем, сейчас рассматривается многими учеными и политиками. А второе, это, ну, в общем, как-то вести разъяснительную работу с населением, ну, чтобы человек хотя бы мог перед тем, как он решил завести детей, узнать, насколько это, вероятно, приведет к... Генетический паспорт, а сейчас уже узаконили, и рано или поздно уже было какого года. Да, технологии для этого есть. То есть, наверное, то, что в еще относительно далекое будущее такую немножко научную фантастику, это генетическое редактирование. Здесь технологии есть, но они пока несовершенные. И незаконные. Мы пока не уверены, что они полностью делают именно то, что мы хотим, и не делают ничего другого. Плюс, естественно, пока в юридической плоскости они вне применения к людям. Но в этой области тоже есть движение, и за последние 20 лет оно колоссально. Понимаете, я тут общалась с экологами, самая главная проблема экологического порядка это перенаселение планеты. То есть мы в любом случае, даже если сделаем жизнь дольше, качественнее и замедлим старение, мы умрем от эко-катастрофы. Ну, если не придумываем, как отправиться куда-то, на наш век все равно этого не хватит. И я вот понимаю, что со всех сторон обложили. И думаю, может, мы напрасно мучаемся, но заложено природой стареть, значит, надо. Единственное, что вопрос остаётся открытым, зачем нам надо стареть? Объясните мне, пожалуйста, зачем природе я страшная, морщинистая, обвисшая и бежубая? Это же не эстетично. Знаете, я вот тут не могу согласиться практически ни с чем, что вы сказали, и с последним, и с предыдущим. Да, но тем не менее, не за горами у всех нас. Потому что, во-первых, рост населения Земли замедлился, и нет никаких оснований полагать, что он будет продолжаться в том же беженном периоде. Он уже перевалил за критическую точку. Ну, мы посмотрим, что будет дальше через сто лет, потому что в развитых странах население не растёт. И более того, и в России, и во многих других развитых странах оно сокращается. Да, да. То есть тенденция уже пошла просто обратная. Экологическая катастрофа – это вещь нехорошая, но так же, как и проблемы накопления мутаций, они решаемы при должном подходе. Но если посмотреть на Германию в 40-х, 50-х и на Германию сегодня, то как-то они решили свои экологические проблемы, которые были очень серьёзные в послевоенное время. Так, да. То есть тут вопрос политической воли. Если есть такая потребность и есть люди, которые готовы это делать, то это можно сделать. Нет, это всё решаемо, если просто взяться за ум, не только политикам, но и чтобы люди им вняли. Хорошо. И всё-таки к теме здоровья. Зачем мы стареем? Зачем я нужна природе, когда я уже и фертильность в прошлом оставила? Ну, я на себе всегда показываю, чтобы никто не обиделся и слушатель. Ну, тут тоже, скорее, не зачем, а почему. Значит, почему мы стареем вообще, это вопрос, с одной стороны, интересный, с другой стороны, сложный. Ну, связано это, в общем, в первую очередь с тем, что в природе, и это, в общем, и человека отчасти тоже касается, чем позже организм размножен, ну, точнее, чем больше возраст организма, тем меньше вероятность, что он сможет оставить потомство. Поэтому, естественно, отбор, он на всех действует сильно в начале жизни и слабо в конце. И получается, что если есть вот те же самые вредные мутации случайные, которые проявляются сразу, то, естественно, отбор их хорошо отсеивает. А если они проявляются поздно, ну, вот у человека, например, есть болезнь хантингтона, она проявляется впервые где-то в районе 30-35 лет. Понятно, что к 30-35 человек уже в большинстве случаев потомство оставил. И это значит, что болезнь хантингтона пошла дальше. И вот есть довольно убедительная гипотеза, что старение – это, собственно, следствие накопления в наших генах такого сорта мутаций, которые проявляются поздно и начинают что-то портить, ну, в конце жизни. То есть, получается, программа, заложенная природой, чтобы мы особо и ждали места. По сути, ну, не совсем программа. Программа – это скорее может ещё возникнуть такие мутации, которые в начале жизни делают что-нибудь хорошее, а в конце что-нибудь плохое. Ну, такой умозрительный пример, например, какой-нибудь ген, который отвечает за кальцификацию. Стал работать лучше, и у человека стали прочнее кости. Это огромный плюс, там можно быстрее бегать, драться, падать, не ломать рёбра или, наоборот, ломать кому-то рёбра. Всё это очень важно в стратегии человеческого размножения, особенно в прошлом. Но потом, когда человеку за 60, работа этого гена приводит к кальцификации кровеносных сосудов. Они теряют эластичность, и вероятность сердечных заболеваний повышается, человек с большей вероятностью умирает от инфаркта и так далее. И продолжительность его жизни в целом сократилась, хотя эволюционно он стал лучше, и такие мутации будут сохраняться. И вот таких генов нашли довольно много. Я говорю сейчас не о людях, а в основном о различных животных, которых изучали. Когда у животного удаляют с помощью генной инженерии какой-то ген, или выключают, и увеличивается продолжительность его жизни. Вот это такой яркий пример того, что действительно продолжительность жизни задана некой генетической программой, выключив которую мы можем получить продление жизни. От чего всё-таки зависит скорость моего, вашего старения? Это что-то общее, или у нас с вами разные скорости, и почему? Это довольно неплохо известно. Примерно треть зависит от генов, а две трети зависят от образа жизни. И когда учёных-геронтологов спрашивают, что нам нужно делать, чтобы продлить жизнь, они дают рекомендации научные, а потом человек говорит, мне всё это говорила бабушка, когда я в детский сад ходил. Бабушка была права. Да. Тут, в общем-то, всё более-менее понятно. Поэтому некий такой более живой интерес, конечно, вызывают сейчас разные успехи науки в области каких-то медикаментозных. Биохакинг. Ну, не совсем биохакинг, это скорее фармакология. Попытки найти какие-то лекарства, которые бы замедляли те процессы, которые в основном приводят к старению человека. Так. То есть тут довольно много разных мест, куда можно... Ну, у вас в лаборатории же как раз этим и занимаются, и он из Кулачёва. Да-да-да, это один из проектов. Вот про кислород сейчас, про вот этот жуткий кислород, которым мы дышим, всё у нас вроде хорошо, мы без него умрём, а оказывается он нас и в могилу ведёт. Но, смотрите, это не единственный механизм, который нас разрушает. Точно так же есть такая же важная тема, например, уровень сахара в крови. Тоже повышенный уровень сахара, довольно серьёзный вредный признак. Есть системы, которые позволяют как-то его контролировать. То есть помимо того, что можно меньше есть, это всем известно от бабушки, но не все готовы этому следовать. Хочется, чтобы есть побольше, а вот при этом ещё что-нибудь такое принимать, чтобы всё равно всё было хорошо. Ну, или вот технологии стволовых клеток. В России-то довольно мало, и там есть определённые всегда опасности. А разве они не скомпрометировали себя? Естественно, но это ещё не значит, что надо всё бросить и махнуть рукой. То есть там просто не надо торопиться, и надо понимать, что стволовые клетки, как любая делящаяся клетка, это всегда риск онкологии. Вы заметили, что всё, что продляет нам жизнь, так или иначе, вот что вы перечислили, связано с лишением? Не есть, спать, то есть не гулять, что там ещё у нас? Не пить, не курить. И даже если мы всё это будем делать, гены всё равно пересилят? Или качество жизни и её продолжительность в большей мере зависят от образа жизни? Ну, повторюсь, две трети – это образ жизни. То есть больше. И здесь тоже я не могу полностью с вами согласиться, что всё, что нам нравится, вредно. Ну, зовите хоть одну раскайфушку, пожалуйста, Марис Александрович. Ну, например, прогулки на свежем воздухе. Я не могу. Да, купание в море, общение с друзьями. Да, это да, это уже лучше. Социальная жизнь. С бокалом красного ещё хотелось в общении с друзьями. Да, и переходя к красному, на самом деле идеально – это золотая середина. Ну, с алкоголем сейчас есть вопросы, хотя лет 15 назад считалось, что те, кто выпивает бокал красного, в день живут дольше, чем те, кто не бьёт вовсе. Ну, это опровергли потом. Да, потом опровергли. Но, тем не менее, в очень многих вещах, ну, вот, например, физическая активность. Значит, известно, что люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, они, естественно, имеют проблемы со здоровьем вполне определённого толка. Но профессиональные спортсмены живут заметно меньше тех, кто лежит на диване. Хорошо. То есть нужно где-то вот… Золотую середину. Да, золотую середину. Да, вы замечательно сказали, что всё хорошо в меру. Вот с накопленным опытом учёные могут посоветовать, в каких пропорциях изнашивается организм, вот чтобы замедлить старение, что, ребят, вот штангу до 10 килограммов, да, прогулки там до 10 километров. Ну, вот в какой-то такой системе, чтобы мы понимали. Ну, вы знаете, здесь даже не учёные, а скорее вот, ну, как это, профессиональные физкультурники. Это же всё давно известно. Вот количество спортивных упражнений, которые человеку нужно делать, чтобы поддерживать минимальную форму, да. А, ну, всё, в общем-то, то, что вынуждено в интернет. Да, ну, грубо говоря, там два раза в неделю спортзал и разок плавать, вот это как раз 40 минут пешком в день заменяет и так далее. А где наши самые слабые места, вот как из поговорки, где тонко там рвётся в организме, что самое слабое? Ну, если мы говорим о человеке, то первое сейчас – это сердечно-сосудистая система. Это главная причина смертности в развитых странах. А как же эта книжка «Кишечник царь организма»? Ну, вот «Кишечник царя» отказывает сердце, так или иначе. А второе, если я правильно помню, онкология. А дальше уже идёт… То есть первая забота, получается, о том, что вредит и о том, что, наоборот, усиливает нашу сердечно-сосудистую систему. Ну, да, и, в общем-то, советы проверять холестерин после 40, они не на пустом месте. Да, и сахар в крови, и давление. А всё-таки как вы относитесь к биохакингу? Я не уверен, что я точно понимаю, о чём идёт речь. А мне кажется, вы им занимаетесь. Вы наблюдаете за бессмертными голыми мышами, которые копают землю, и пытаетесь выяснить, что бы из них такое извлечь, чтобы интегрировать человеческий организм, это и есть биохакинг, взлом человеческого организма на улучшение его. Ну, да, я тогда понял. Это, наверное, всё-таки правильно называть генной инженерией тогда. Смотря с генами ли вы работаете. Ну, ладно, хорошо, да. Может, мне нужно будет поцеловаться с голым землекопом, как с жабой, да, и в сказке? Нет, на самом деле землекоп — это, скорее, не источник каких-то материальных вещей, которые можем у него забрать, съесть его печень и жить вечно. А это источник знаний о том, как стареем мы сами. И сравнивая одно с другим, учёные пытаются понять, нельзя ли разобраться в этом и тогда как-то замедлять старение человека. Вот. А вторая часть вопроса... А вторая часть вопроса её не было. Тогда я спрошу вот что. А изучили ли учёные или изучали ли учёные людей, достигших биологического предела? Я не буду сейчас говорить о 122-летней бабуле француженке, потому что там выявили и выяснилось, что существуют очень большие сомнения насчёт того, что она выдавала себя за свою мать. Но вот вообще люди, которые дожили до 120-ти, до 115-ти, их изучали, кто-то из них же, по-моему, даже завещал себя в медицине. Что у них там? Да, их, безусловно, изучали. И мне даже повезло лично иметь некое отношение к этой работе. В рамках проекта по снятию документального фильма российского я ездил на Сардинию, где итальянцы ведут учёт сверхдолгожителей, то есть тех, кому за 100 лет. И мы часть из них посетили. Это было, конечно, совершенно потрясающим впечатлением, потому что многие из них вполне способны сами за собой ухаживать. Ого! Да, то есть человеку там за 100... То есть правильно Елена Балышева сказала, средиземноморская диета, а наша всё... Да, но это тоже генетика, потому что это небольшая область Сардинии, буквально несколько небольших деревень, где вот столетних людей аномально много, там на порядок больше, чем в среднем по стране. Так вы у них взяли кровь, я даже не знаю, мутность, хрусталик и глаза? Нет, ну мы ничего взять не могли, как российские граждане, к тому же я не врач. Но мы говорили с итальянскими учёными, которые как раз этим занимаются. У них есть база данных этих долгожителей, они берут у них регулярно анализы, они секвенируют их геномы, они пытаются понять, что отличает их от обычных людей. Ну и если вкратце, то никаких сверхярких результатов там нет, кроме того, что, судя по всему, у них как раз меньше груз отрицательных мутаций в среднем. То есть это просто люди с хорошим... То есть они стрессуют меньше, похоже. С хорошим геномом и на этом фоне... И с хорошей жизнью на Сардинии. Нет, при этом образ жизни у них, ну я бы не сказал, что сверхздоровый, но это люди, значит, что лет назад, это начало 20 века. Время, мягко говоря, не самое доброе. О, хочется ещё один вопрос, если только коротко. Вот даже, ладно, вот мы изменились, мозг изучали человека, и как это, может быть, связано со скоростью старения благодаря появлению гаджетов? Ну, если коротко, то никакой связи никто пока не обнаружил, хотя многие родители, глядя на своих детей, которые сидят в телефонах, начинают бояться, как бы они ни стали дебилами. А мне кажется, знаете, я вот одна из этих родителей... Наука, говоришь, нет. Да, и мне кажется, они, наоборот, умнее, чем мы становятся, потому что они живут на таких скоростях, что они вынуждены приспосабливаться к новым условиям, и благодаря этому природа толкает их вперёд как-то. Вот здесь, мне кажется, вопрос открытый, потому что, действительно, скорость, с которой они могут общаться с этими вещами, информационный обмен у них очень быстрый. Но в то же время я вот и как преподаватель по студентам, и отчасти как родитель, вижу, что способность концентрировать внимание и дойти до сути какого-то вопроса падает просто колоссально. Борис Александрович, это уже не нужно. Это мы напрасно с вами беспокоимся. У всех так, у них, но, мне кажется, природа как-то отсечёт эту необходимость. А если она будет, вы никогда не видели детёныша, занимающегося любимым делом? Вот он доходит до такой сути, что если нужно будет раскусить зубами что-то там неразрезаемое, он это сделает. Да, да, вот это большое счастье, когда такое есть, потому что часто просто этого нет, и человек просто сидит в телефоне и смотрит картиночки, и чатится. И тогда в этом он достигнет совершенства, но это, на мой взгляд, некий тупик, но мы отвлеклись с вами. Ну что, выводы, друзья мои, я предоставляю делать вам. Субтитры делал DimaTorzok